Я не упускал шанса спросить о Саманте, донимал этим каждого встречного, как персонал, так и товарищей по несчастью. Общение проходило посредством блокнота. Многие пытались отвечать мне на нём же, каракулями или собственной слюной. Бля! Субтитры сделал DimaTorzok Сердце сжалось в груди, я зажмурился, ожидая прямого попадания. Но мы чудом успели вернуться на свою полосу, едва вписавшись перед легковушкой. Простите, что опять про машину? На тормозах каюк! Тогда и нам каюк! Ты повторяешь всё. То было с долей иронии, а теперь я уверен. Выспятили, прекратите панику, сделайте что-нибудь. Предлагай! Останови машину сейчас же, как угодно. В дерево, что ли? Говорю же, она не остановится! Только когда врежется куда-то! Только не врежься вон туда! Она указала на скопление машин впереди на трассе. Для нас это были очень плохие новости. Они не стоят! Они на месте стоят! И никак не объехать! Нужно сворачивать, съезжай с дороги, скорей! Проверьте ремни и держитесь! Через секунду он крутанул руль вправо, вводя машину с дороги. Едва колёса коснулись травы, началась страшная тряска. Забор! Он тут везде! Давай обратно на дорогу! Нет, вон там проскочим! Проскочим! Он направил машину в единственный проём заграждения. Я замёр от страха, едва представив, чем это может кончиться. Наше положение и без того было незавидным, но только теперь я по-настоящему осознал, что происходит. Катастрофа, которую я ожидал и чуял на тром уже тут. Лео почти вплотную прилип к стеклу, вглядываясь в серую мглу впереди, как и все мы. В проёме виднялось начало спуска и ничего больше. Наша авто летела в неизвестность. А если обрыв? Откуда я буду тут? Он осёкся. Перед нами мелькнул глубокий овраг. Теперь можно было крутить руль сколько угодно, но уже ничего не могло остановить падение. Машина мощно тряхнула. Потом ещё и ещё. Саманта кричала. Я видел ужас в её глазах. Я должен был что-то предпринять. Я был готов на всё, но не мог почти ничего. Даже прыгать уже было поздно. Без всякого плана я дёрнулся к ней, но что-то рвануло меня с той же силой назад. Ремень безопасности плотно держал меня. В момент я справился с ним и успел обнять Сэмми. Теперь было почти не страшно. Если что-то случится, то пусть со мной. Это была последняя мысль. Я ощутил, как задние колёса отрываются от земли. На секунду стало очень громко и светло. И сразу темно. Ебать! Нихуя, блокбастер. Я очутился в странном месте. В месте, где много стен, но мало воздуха и света. И ощущение, как будто на дне. Под бесконечной толщей мутной воды. Но прежде неё потолок. И без того низкий, и он нависает всё ближе, едва поднимаешь взгляд. Он ползёт вниз, словно медленно сжимающийся тискил. Это место мне знакомо. Незнакомо! Повторял я себе. И мучительно хотелось быть правым. И всё-таки здесь... Не может быть. Не может. Быть. Блядь. Стадия гнева пришла почти мгновенно. Пальцы сжались в кулаки и грозили невидимым врагам. Я вижу, что за дела тут творятся. Я понял, к чему вы это. Так не пойдёт. Мне здесь не место. Я! Я ухожу отсюда сейчас же! Дверь, даже не имевшая замка, почему-то отказалась открываться. Я в сердцах пнул её. Думаете, это задержит меня? Я сказал, что уберусь отсюда и сделаю это! Я бросился к столу, затем к полкам. Негодный хлам летел на пол без церемоний. Мой отчаянный рейд продолжился по шкафам и тумбочкам. А в довершение был бы потрошен рюкзак. Здесь вообще что-нибудь есть, кроме барахла? Что-то же должно быть! Хотя бы нож! Я шарил по карманам разбросанной по всей комнате одежды. Только найти его, и я всё исправлю. Приставить к сердцу, броситься на пол, всё кончено! Это сработает, только где он? Где-то же должен быть! Дайте мне нож! Обычный нож! Дайте! Лучше не кричи, услышат. Соседи? Да плевать на них! Врачи, ты в больнице. Какой ещё больница? Я хочу нож! Тише, тебе плохо. Но тише. Тогда помоги мне убраться отсюда! Тут мерзко! Скоро уйдёшь. Куда торопишься? На свободу? К ней! Что у тебя за страсть такая? К смерти? К суициду? Какая же страсть? Разве не видишь, что творится? Давно ты хотел найти оправдание. Я хотел только спасти её. И обязательно ценой своей жизни. Совсем нет! Но это не важно. Пусть. На что я гожусь? Её жизнь в миллион раз дороже. Это ты как рассчитал? А она согласилась бы с этим? Она многого не знала. Да хоть про эту комнату. Обычная комната. Обычная. Но вот она и есть моя жизнь. Вся тут. Нет. Нет. Твоя жизнь это то, что ты ценишь. Во что ты вкладываешь душу? Что со мной? Как же тут душно. Знаю. Ты только помни. Навредишь себе, навредишь ей. Какой вред, что ты болтаешь? Её тут нет. И не будет никогда. Где бы ты ни оказался. Помни. Густав, мерзавец! Куда подевался? Мне трудно дышать. Выпусти меня! Я судорожно пытался вдохнуть. Но что-то мешало. Снова и снова. Задыхаясь, я продолжал пытаться. Пока в какой-то момент у меня не получилось. Я набрал полную грудь воздуха. Но на выдохе чуть не вызывал от боли. Спокойней, парень. У тебя ребра сломаны. Ребра? Ударивший в нос запах йода окончательно разбудил меня. И первым, что я увидел, был противный бледно-зелёный потолок. Не шевелись! Сейчас приду! Я лежал на какой-то неудобной койке без подушки. Я мало что видел из своего положения. Но заметил уходящий силуэт в белом. Не шевелись. Это он мне? Я замер на какое-то время прислушиваясь к своему телу. Я был уверен... Я не был уверен, смогу ли пошевелиться. Но точно знал, что делать этого не хочу. Причиной тому была боль. Неистово в... Блядь, неистово вопила каждая клетка моего тела. Той его части, что между поясницей и шеей. И с каждым, даже крохотным движением, этот вой был громче и сильнее. Я вжался в койку и застыл, насколько это возможно. Через минуту кто-то заглянул в палату. Я услышал знакомый голос. Очнулся? Я приподнял голову, тут же пожалев об опрометчивом движении. Стеснув зубы, я постарался сосредоточиться на появлении ковбоя, уже топтавшего возле моей койки. В нашей аварии ему досталось явно меньше всего. Ты сильно голову ушиб. Сотрясение, наверняка. Ну и ребра. Но это ничего, оклемаешься. Она. Лео отвел глаза. Я-то успел выпрыгнуть оттуда, повезло. Об кусты только вот. Саманта! Слова давались так тяжело, а он совсем не спешил отвечать. Ну, слушай. Тебе лучше про нее не вспоминать пока. Сложная ситуация. Где она? Лео отвернулся к столику с лекарствами. И инструментами. И даже начал в них копаться за чем-то. Как будто именно столик сейчас был важен. Наш разговор не имел никакого значения. Не должно было ее тут быть. Понимаешь? Ее увезли. Что с ней? Куда? Не в этом делать сейчас. Я уже стал прикидывать, как бы мне встать и схватить мерзавца. Вытрясти из него ответ. Домой увезли. Никто не должен узнать, что это случилось тут. Шшш. Мне не хватило дыхания. Но главный вопрос он знал и так. Ты в опасности. Я-то уеду сейчас, а ты останешься. Он продолжал избегать ответа. Я так впился себе в губы от отчаяния и бессилия, что во рту ощутился вкус крови. Ты запомни, да? Ее тут нет и не было. Ты должен молчать. Что с ней? Ее нет. Интонация значила больше, чем слово. Выпалив их, он тут же выскочил вон. И уже из коридора донеслось. Прости. Вся комната для меня плыла, как в тумане. Прости. Нет. Страшным усилием воли мышц я сел. Врешь. Я спасу ее. Я стал шарить вокруг себя. Пытался осмотреться в комнате. Хотя этому мешали и слезы, и струящийся солбопод. Мне сопутствовала удача. Но если это слово подходило такой ситуации. На том самом столике я увидел желанный предмет. Оставалось как-то преодолеть эти два последние метра. Задача была совершенно непосильная. Но я и не собирался взвешивать, взвешивать силы. Я просто потратил их все разом в безумном рывке. Я опомнился уже перед столиком, не представляя, как мне это удалось. Теперь дело оставалось за малым. Но нельзя было терять ни секунды. Кто-то крикнул из коридора. Раздался топот. Но меня было уже... Но меня уже было не достать. Холодная сталь блестела в руке. Мой ключ на волю. Не ругай меня сам. Не надо. Это самый короткий путь. Я двинул руку к горлу, искренне радуясь, что сейчас вся боль прекратится. Я все равно спасу тебя. Какого хуя. Я думал, это у нас хорошая концовка. Как и положено самоубийце, я попал в ад. Но в моем случае он был земным. Больничный от психиатрического типа. Здесь пытались лечить мои раны и мой рассудок. Главная рана, не считая душевной, зияла у меня на шее. Мне удалось прилично порезать себя. Скальпель добрался так глубоко, что повредил голосовые связки. В результате я, вдобавок ко всем несчастьям, лишился голоса. Правда, хирург обещал выздоров... выздоровление. Но я ему не особо верил. Как и никому вокруг. В любом случае, на фоне прочего, немота меня не волновала вовсе. Беда была в том, что врачи-высокотцы оценили мой самодеструктивный подвиг и делали все, чтобы я его не повторил. В ход шли сдерживающие ремни и самые неприятные медикаменты. В этом я не был особенным. Именно так здесь защищали пациентов от самих себя. В одиночной палате, пусть даже с мягкими стенами, можно было только мечтать. Мечты о странных, как и о самых простых вещах, теперь часто занимали мое сознание. Временами положение было таким отчаянным, что я согласился бы на тюрьму взамену этому месту. Но о моих пожеланиях никто не спрашивал. И все же... Их метод стоило признать эффективным. О суициде я пока и думать забыл. Хватило с меня и одной неудачной попытки, обрекшей на такие мучения. Но ничто не вечно и даже плохое. Через месяц я получал кое-какие послабления режима. Поскольку ребра уже почти не беспокоили, я мог свободно передвигаться по этажам больницы и даже выходить во двор. Теперь у меня была возможность расширить круг общения. Я хорошо помнил слова Лео, как и совет молчать о всем случившемся. Разумеется, я ни дня ему не следовал. Я не упускал шанса спросить о Саманте, да немало тем каждого встречного. Как персонал, так и товарищей по несчастью. Общение проходило посредством блокнота. Многие пытались отвечать мне на нем же. Каракулями или собственной слюной. Бля. Это были настоящие психи. И я старался запоминать их, чтобы впредь обходить стороной. Были другие вполне... Другие были вполне адекватны. Или хотя бы терпимо. Кто-то был нормален большую честь дня. Кто-то совсем. Кто-то косил от армии. Кто-то бегал от милиции и кредиторов. Кому-то было просто грустно. Но никто из них не знал о судьбе Саманты. От персонала было еще сложнее чего-то добиться. Доктора не воспринимали меня всерьез. А медсестры были того хуже. Они боялись меня. Любых моих вопросов и даже блокнота. Как будто один лишь взгляд на бумагу заразит их безумием. Я попал в информационный вакуум. Прошел еще месяц. Я окончательно поправился физически. Кроме горла. Но голос постепенно ко мне возвращался. Говорить было больно. И пока получалось очень тихо. Но зато уже стало ясно, что немым я. Я не останусь. В больнице я мало-помалу обжился. Но ничуть не смирился с ней. Каждый день я требовал отпустить меня. А доктора снова и снова обещали посмотреть да подумать. По крайней мере, я все больше времени проводил среди зелени двора. И никто меня больше не охранял. Часами напролет я сидел на скамейке в тине каштана. Читая старые журналы и книги. Либо черкая что-нибудь в блокноте. Доброе утро. Как тут мой любимый пациент? Вы все... Вы это всем говорите. Хо-хо. Ну тебе-то от чистого сердца... С тобой никаких проблем. Со мной и на воле никаких проблем. За что меня держат тут? Не за что, а за чем. Для твоего блага, естественно. Мне от ваших благ сдохнуть. Не хочется ни в коем случае. Но хочется влачить существование где-нибудь в другом месте. Потерпишь. Нужно ведь разобраться с твоим недугом. Врать не буду. Не все лечится. Но жить с этим можно. В вашем чудесном заведении? Почему? В обществе? Но сперва ты должен хотя бы признать проблему. Ну, я мог бы обмануть вас. Нет. Ты боишься даже этого. Назвать вслух, допустить самомусль, что ты болен. А вы вот боитесь допустить, что не болен. Параноидальная шизофрения не шутки. Вот ты недавно санитара обмолвился, что за тобой КГБ следит. Было такое? Нет, все было наоборот. Я удивился, что слежки совсем не видно. Вот-вот. Если вы поверите в мои слова хоть на минуту... В твои слова? Признай. Нет ни одного человека, который бы подтвердил их. Они есть. Просто не хочу вовлекать их в это. Вопрос, существуют ли они эти в реальности. А вы существуете? Давайте без философии с утра пораньше. Знаете, я раньше иногда месяцами людей не видел. И тогда я от одиночества даже... Ну-ну. А что ну-ну мы узнаем в следующий раз. На этом на сегодня все. Так что всем спасибо за просмотр. И всем хоу-хоу-хоу-пока. Вернись ко мне, моя мечта. Из уголков пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай. Освободи меня из плена.